Доброе утро, дорогие друзья! Пришло время завтракать. И сегодня во время завтрака будем говорить о спорте. А всё потому, что наша известная команда волейбольная «Уралочка» в этом году отмечает своё 50-летие. К нам в гости заглянула на огонёк и на кулинарную минутку, так можно сказать, Раиса Фёдоровна Кравцова. Капитан команды «Уралочка» того самого первого состава. Когда-то давно, 70-е годы, когда «Уралочка» только возникла, только появилась на спортивном небосводе. Доброе утро, во-первых, Раиса Фёдоровна. Доброе утро, доброе утро. Начнём с того, что сейчас мы будем готовить спортивный завтрак, правильно, насколько я понимаю, или полезный завтрак. Полезный завтрак. Что это будет? Это будет геркулесовая каша с изюмом, тёмным изюмом. Он более полезный, чем светлый. Да и всё. Правила игры очень простые. Я завожу будильник, у нас всего 7 минут, поскольку завтрак, как нам кажется, должен быть быстрый. 7 минут для того, чтобы приготовить эту кашу. Здесь у нас уже закипела водица. Мы наливаем пол-литра воды. Пол-литра воды. Стоя на воде. Бросаем 6-7 столовых ложек геркулеса. Так у спортсмена всё по норме, всё со щитом. Да. 7 ложек, пожалуйста. Ну, надо сказать, что сейчас волейболистки-уралочки используют весы. А, да. Отмеряют всё прям по граммуречкам. И бросаем сразу же, чтобы всё вместе отварилось, бросаем. Две жменьки изюма. А соль, сахар? Я обычно говорю горсточку. Горсточки. А соль, сахар, что-то нужно туда складывать? Нет, соли чуть-чуть надо. Так, вот у нас стоит соль. Сахар нет, потому что изюм же ведь сладкий. Она варится, ну, 5-6 минут. Может быть, даже 5. А потом мы отключаем, и она стоит париться, как бы. Раиса Петровна, пока наша каша готовится, давайте вспомним тот первый состав уралочки, когда вы только пришли и начали играть. Как вы тогда тренировались, расскажите. Ну, во-первых, мы команду, в принципе, организовали на заводе Уралтрансмарш. Все мы работали в разных цехах, отделах. Поэтому только после работы мы имели возможность пойти в зал потренироваться. Но тренировались мы, мы же были любители, поэтому мы тренировались 3 раза в неделю. А сами или тренер какой-то приходил? Нет, во-первых, тренер, очень именитый тренер, Александр Владимирович Кельчевский, который в свое время выводил команду мужскую, сам играл мужскую, выводил команду на первенца Союза, а вот в этот раз он решил заняться женским волейболом. Сколько может быть наша команда Свердловская, мы играли на первенце России, второе место, третье, пятое, мы никак не могли заработать звание чемпионов России. Он решил всех сильнейших игроков собрать в одну команду. И получилось. И получилось, и получилось. А в основном наши тренировки, ну мы были любители, я уже говорю, девочки сейчас профессионалы, это их работа, поэтому они тренируются каждый день. В основном у нас тренировки были во время сборов. А вот расскажите о своем графике, рабочий день и во сколько тренировка? Тренировка в 7 вечера. А рабочий день до скольки на заводе? До 5, до 5. То есть мы успевали прийти домой, прийти себя в порядок, взять форму, поужинать и идти на тренировку. С ума сойти. Причем вы знаете, что у нас же залов, не было своего зала, и мы каких-то только мы не тренировались. Даже помню один раз мы где-то в районе в Тузгородка котельная была приспособлена под спортивный зал. И мы даже там тренировались. Расскажите нам, еще до 69-го года вас тренировал Александр Кличевский, вы поняли, да? А потом пришел уже Николай Васильевич Карполь, известный по всему миру тренер. Вот как вы отнеслись к новому тренеру, скажите? Ну, во-первых, я скажу. Николай Васильевич, да, у нас несколько игроков в это время ушли, в 69-м году. Дуи Кличевский с нашим лидером, дважды олимпийская чемпионка Розы Салеховой, уехали в Москву. И команда осталась без тренера. А с Николаем Васильевичем я была знакома раньше, потому что он женился на моей подруге. Она тоже Галина Михайловна волейболистка. Вот как там что-то покручено. Да, мы с ней с института дружим и до сих пор где-то уже больше 50 лет. Вот. И когда его назначили, я-то знала, девочки нет. И когда он появился в зале спортивном, сразу пришел на тренировку. Все, конечно, были удивлены, потому что не ожидали, что вот так неожиданно. Вот. Ну что, Николай Васильевич, я хочу сказать, был очень требовательным тренером. Он, собственно, до сих пор уже смеивается. Чувствуется постоянно, да. Вот. Ну и, конечно, мы поначалу немного роптали. Мы уже, я говорила вам, мы немного уже, вернее, были состоявшимися, да, волейболистками. У нас уже какой-то свой был ритм игры и стиль. А он уже вносит свое. И поэтому мы как-то немного высказывали свое мнение. Он это как-то, ну, воспринимал что-то, что-то он не воспринимал. Он еще внес что? Мы играли, в общем-то, все как бы во все. А у него уже четко, у каждого было свое уже амплуа. Вот. В жизни мы с ним потом ездили, когда... О, у нас истекли 7 минут. Здесь, во-первых, ничего страшного. Закрывайте, забыли. Судя по всему, каша у нас практически готова. Она сварилась, правильно же? Да. Все напухло. Не знаю, видно ли. Закрываем крышкой и... Нужно выключить плиту. Все, я выключил. Постоять несколько минут, да, надо кашлять? Да. В таком виде. Сколько? Сколько она должна на паровой бане, так это назовем? Ну, как у вас появится аппетит. Как появится аппетит. Так унюхаем запах каши. У меня еще один маленький вопрос. Мы за кадром поговорили о нюансе волейбола 70-х годов и современного, что не было даже одного удара, который сейчас всем кажется привычным для волейбола, это взять мяч снизу. Да. Правильно я понимаю? Его не было совсем? Не было. Он появился в 62-м году, проходила Перенцева мира в Москве, и японки впервые там играли именно вот этим приемом. А я, кроме этого, никаким не умею. Да, вот сюда приняли и прекрасно. Ну, присядьте себе на пальцы принять. Сильнейший удар, как сейчас нападают, вы же видите. А сейчас будем выкладывать кашу на тарелочки. Раиса Федоровна, расскажите, а вот вы до сих пор придерживаетесь правильного спортивного питания? Я даже не знаю, что вам сказать. И что такое? Я... Давайте, вот чаще всего, что вы едите на завтра? Вот я сказала, творог, поскольку там много кальция, а для человека в возрасте он нужен для костей, правильно? Вот. А вообще-то я люблю есть и мясо, и рыбу. Мы когда играли, мы, конечно, питались калорией нас, потому что физические силы нужны были для игры. Слушайте, ну вот у нас получилось две таких небольших порции овсянки, которые для тех особенно, кто бережет свои фигуры и готовится к летнему сезону. Ну а для спортсмена какого-то это может быть одна порция из двух тарелок состоящая как раз? Нет, вы знаете, нет, как раз утром-то немножечко... Утром немножко достаточно. Дорогие друзья, этим утром мы готовили полезную геркулесовую кашу с изюмом вместе с Раисой Кравцовой, капитаном команды «Уралочка» 69-го года еще. 66-го, 69-го. И нужно сказать, что в этом году «Уралочка» ТМК отмечает 50-летие, а Раиса Федоровна 80-летие. Мы заранее поздравляем вас с этим замечательным праздником, днем, юбилеем. А прямо сейчас я буду пробовать эту кашу, пока вы наслаждаетесь афишей. Готовимся к интересным концертам и событиям Екатеринбурга и Свердловской области.